ту 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 всем моим зрителям огромный привет и сегодняшнем видео мы будем с вами обсуждать очень большую но очень важную тему для любителей макияжа а также для профессионалов дело в том что мы сегодня будем разговаривать с вами о кистях для макияжа кисти для макияжа это главный инструмент визажиста а также это основной инструмент даже просто любители макияж потому что без хороших кистей хорошего макияжа сложно будет добиться и сегодня мы с вами обсудим все форме кистей страны производителей какая кисть и для чего нужна как правильно хранить и как правильно мыть кисть мы поговорим о типах ворса кистей и также сравним различные формы как они работают на практике для нанесения тех или иных косметических продуктов всем кому интересно оставайтесь итак начну я с того как я храню свои кисти я свои кисти у меня их вот примерно вот столько вот а здесь практически все кисти которые у меня есть сейчас коллекции и это такой вот тубус мой тубус от бренда chic вот здесь вот название такие тубусы есть еще у менли про например либо даже на различных сайтах типа алиэкспресс wildberries зоны и так далее то есть вы можете их купить практически везде также кисти можно хранить еще и в обычных таких кейсах для визажиста но мне удобнее в тубусе я объясню почему потому что я разделила свои кисти на две части здесь у меня кисточки для лица и здесь у меня кисточки для глаз это для меня удобно мне кажется такое разделение максимально логично и в процессе создания макияжа я всегда понимаю где у меня какая кисть лежит и я не трачу время на лишние поиски я также призываю не экономить на кистях вот можно сэкономить на косметическом продукте можно купить пудру подешевле румяна подешевле тени подешевле но кисти должны быть хорошие и качественные кисти должны уметь работать потому что сам процесс макияжа в принципе лицо это как наш холст на котором мы рисуем с все что мы с вами захотим от обычного дневного простого мейкапа до вечернего коктейльного сложного фантазийного и так далее то есть у кого полет фантазии как разыграется такой макияж и будет у нас в итоге и помогут нам кисти хорошие качественные которые не лезут которые работают которыми легко и просто можно сделать растушевку нанести тот или иной продукт на ту или иную часть вашего лица и чтобы все в итоге красиво и гармонично смотрелось а также этот кейс можно удобно и легко использовать для транспортировки кистей как видите здесь есть вот такие вот карабинчики которые мы просто с вами застегиваем и кисти могут переезжать с места на место но это особенно актуально для визажистов в таком вот удобном практичном кейсе все свои кисти я храню в брашгардах но кисти именно для лица брашгард это такая вот сеточка которая одевается на кисть сверху чтобы кисть именно на сам ворс до чтобы кисть не теряла свою форму таким образом некоторые даже сушат свои кисти в брашгард их но я сушу свои кисти другим способом немножко и об этом мы с вами поговорим чуточку позже а именно сами кисти я храню в таких вот сеточках брашгардах их можно купить на том же самом алиэкспресс на зон или wildberries поэтому думаю труда это особого не составит но это очень важно этот брашгард стоит недорого но при этом вы сэкономите непосредственно самой кисти потому что она у вас преждевременно не потеряет форму и будет оставаться в первозданном виде очень очень долго кисти на самом деле хорошие кисти они служат годами и так давайте с вами пошагово поэтапно разберем все этапы макияжа и какие кисти я использую для этих этапов начнем с тональной основы для тональной основы у меня в коллекции имеется три кисти первая кисть это real техникс и называется на экспорт фейс браш это моя первая кисть для тональной основы ну как первая у меня были еще кисти с китайского сайта но они к сожалению по каким-то тем или иным причинам а именно потому что они немножко лезли они не красиво носили тон они ушли из моей коллекции сейчас не представлены в ней здесь остались только самые лучшие все самое классное я вам буду сегодня советовать значит вот эта кисточка экспорт фейс браш она плотно набитая она слегка приплюснутая как можно заметить и у нее такая форма как flat top кабуки так называемая такая похожая кисть была у сигмы это f80 она была когда-то дико популярна и просто все и наносили тональный крем я эту кисть не покупала мне она не очень нравится но вот эта кисть мне нравилась у нее синтетический ворс и непосредственно для нанесения всех кремовых продуктов нужно использовать синтетический ворс кисти запомните такое правило все кремовые продукты мы наносим кистями синтетическим ворсом а все сухие продукты наносим кистями с натуральным ворсом есть некоторые исключения но в основном это именно так то есть так лучше работают продукты сухая текстура лучше переносится на кожу непосредственно натуральным ворсом а кремовая текстура наиболее лучшим способом распределяется именно кистями синтетическим ворсом с таклоном например это из-за того что натуральный ворс слишком много впитывает тональная основа либо кремовых румян и очень много в себя забирает и не так много отдает на кожу и расход тонального средства также увеличивается в принципе само покрытие может получиться таким же и ничем особо не отличаться но тем не менее чтобы не увеличивать расход тонального средства лучше использовать синтетическую кисть и также ее проще отмыть в особенности от каких-то стойких тональных кремов лучше всего отмывается именно синтетические кисти этой кистью мы работаем вот такими вот движениями наносим тональный крем единственное что кисть у меня достаточно старенькая и я на замену ей купила уже вот две новые и немножко другой формы я объясню почему мне кажется что со временем моя кисть стала немножко полосить а кстати плоские кисти для нанесения тона я тоже не очень рекомендую это какой-то уже прошлый век на самом деле и некоторые визажисты все-таки так работают им кажется довольно таки удобно но простым обывателям это не настолько удобно это выглядит как будто вы красите забор и плоские кисти с ними надо уметь работать они очень часто полосят и то наносят неровно поэтому связи с этим плоские кисти я не рекомендую новичкам в особенности для нанесения тонального крема дальше одной из моих любимых просто кистей является кисть от бренда шик это бренд русского визажиста натальи шик кисть номер 02 или 10 т это в ее старой версии это вот такая вот кисть свечка это ворс таклон также синтетический ворс ей мы работаем точно таким же образом то есть вот такими круговыми движениями распределяем тональную основу и ни в коем случае не вот такими размазывающими потому что к сожалению так она не очень хорошо нанесется а именно вот такими вот как бы вбивающие такими впечатывающими в кожу и в этом случае это кисть работает просто суперски она дает такое легкое покрытие можно использовать даже для плотных тональных основ и она даст вам очень натуральное и легкое покрытие и кисть номер три это просто моя любимица это кисть от бренда sephora у нее свой такой вот стильный и красивый колпачок номер 47 из профессиональной серии называется pro foundation и посмотрите какая у нее интересная форма она типа flat top только она скошенная как вы видите и здесь у него ворс длиннее здесь покороче ей мы работаем немножко другим образом ей мы именно растирающими движениями наносим тональный крем вот такими вот то есть вот такими движениями круговыми она работать будет плохо она будет полосить и неправильно носить тон мы наносим вот так вот она очень хорошо около носика кстати проходится благодаря вот этому своему срезу также ей можно наносить тональный крем даже под глаза я не люблю спонжи для нанесения тонального крема об этом я говорила в отдельном видео я под этим видео размещу ссылочку всем кому интересно вы можете пройти и посмотреть это видео она очень интересная вот и наносим вот таким вот образом также тон под глаза эта кисть мне очень нравится я прям ее очень рекомендую она дает чуть более плотное покрытие чем вот эта кисть вот кстати в сравнении как они выглядят все втроем давайте посмотрим три мои любимицы но вот это я сейчас практически не пользуюсь единственное что если а кремовое скульптурирование делаю то я пользуюсь скорее вот этой кистью а вот эти прям мои любимицы любимицы то касается кисти для пудры я не люблю кисти для пудры я объясню почему потому что во первых такие кисти они должны быть из натурального ворса а кисти натурального ворса для пудры это самая большая кисть в принципе да в коллекции и она кстати достаточно дорогостоящий если покупать качественно и плюс к тому что они слишком большие то есть например у меня лицо не очень большое довольно таки маленькая и для меня большая кисть она вот прям на пол лица а я пудру люблю наносить именно точечно по тем местам например именно вот в самой т-зоне да это лоб нос вот тут вот и на подбородок то есть там где кожа может жирниться и выделять себум в течение дня где нужно припудриваться например на щеки я не наношу пудру практически я наношу сюда скульптор бронзер по ситуации румяна и хайлайтер и так далее то есть я не перегружаю кожу в этих зонах поэтому кистью для пудр я практически не пользуюсь но если я припудриваю лицо а то я использую кисть от real technics так называемый беличий хвост она когда-то также была очень популярна на youtube и у меня есть отдельное видео про кисти real technics также оставлю ссылочку под видео вы можете зайти посмотреть более подробно этой кистью я вот такими движениями могу также под глаза но под глаза на все-таки крупновато могу вот именно на т-зоне да вот так вот припудрить детально она очень мягкая на как перышко ангела просто это тоже таклон у нее очень приятный такой мягенький ворс и она довольно упругая и посмотрите у нее форма такая вытянутая слегка то есть ей можно даже носить бронзер если вы хотите такую себя бронзовую богиню сделать вы можете крупной кистью нанести бронзер по периферии лица и это будет очень красиво смотреться также я могу пользоваться кистью кабуки у меня есть вот такая вот малютка эта кисточка эко тулс она очень маленькая похожа на помазок и вот такими движениями я могу нанести пудру на лицо этой кисточкой иногда и пользуюсь но честно говоря она просто для коллекции у меня в принципе хранится редко 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 ее использую и вот такая вот кисть тоже это тулс она очень большая как можно видеть у нее плотно набитый синтетический ворс видите сколько много здесь ворса и эту кисть я использовала именно когда пользовалась минеральной пудры в качестве основы то есть я не использовала тональник я использовала просто минеральную пудру с этой кистью получалось очень плотное хорошее покрытие кстати минеральную косметику я рекомендую тем у кого акне прыщи или угри это очень хороший способ для того чтобы не распространять инфекцию по лицу она еще и подсушивает и некоторая минеральная косметика еще и лечащими свойствами обладает у меня тоже есть видео про минеральную косметику обязательно ссылочку внизу вам оставлю зайдите пройдите ознакомьтесь вот такой вот кисточкой я пользуюсь когда я минеральной пудрой именно тонирую свою далее мы с вами поговорим о кистях для консилера у меня есть вот такая вот кисточка от бренда n beauty которая называется а6 эта кисть до афибра у нее синтетический ворс в перемешку с ворсом натуральной козы эту кисть можно очень хорошо видите она под глаза замечательно помещается наносить именно консилер чтобы скрывать какие-то синячки также как точечно прорабатывать например если у вас есть прыщики это прям вообще идеальный вариант а мы берем консилер и вот этой кистью хорошенько его втаптываем и он хорошо держится в течение дня никуда не съезжает мы его сверху еще хорошенечко припудриваем и прям вообще красота вот эта кисть работает просто прекрасно мне она очень нравится для детальной работы именно вот на лице это прям топ следующая кисть для консилера это топ номер два под глаза это кисть от менли про в номере 103 этой кисточкой очень удобно носить именно уже не такой плотный консилер а более жидкий она очень хорошо его распределяет и он не собирается после этого в складочки эта кисть любима многими визажистами поэтому я вам ее от души рекомендую к приобретению на недорогая присмотритесь и кисточка номер три это тоже кисточка от бренда n beauty только уже а 10 у нее название это натуральный ворс вот такой вот но ее рекомендую для применения для нанесения консилера я не люблю натуральными кистями наносить я уже сказала почему консилер и поэтому я и частенько пользуюсь для хайлайтера но она именно вот в основном для распределения консилера была создана но для хайлайтер на также неплохо работает у нее такая форма знаете ли видите она не очень большая и именно сама зона где мы наносим хайлайтер она очень легко туда помещается и очень хорошо там работает давайте раз уж мы начали говорить про хайлайтер мы с вами поговорим про следующие кисти для хайлайтера у меня есть старенькая кисточка от джинс номер 12 это тоже натуральный ворс но она немножко колючая мне она не очень нравится и колючие кисти я не рекомендую вам покупать ни в коем случае потому что если на руке например я ее трогаю и мне она кажется не такой колючей то на лице это очень заметно вот она по сравнению например с кистями and beauty она слишком колючая и она видите чуть больше она также подходит в принципе для румян но я ее не очень люблю именно вот из-за того что она так колется и кстати она в первые дни после приобретения очень сильно линяло и красилась то есть когда ее мыла с нее смывался какой-то синий просто жуткий цвет это было ужасно поэтому эту кисть я не рекомендую я не призываю покупать кисти ни в коем случае которые сыпятся это прям вообще просто кошмар и которые колючие это лучше уж вообще ничего не покупать чем покупать такие кисти также иногда я использую для хайлайтера кисть с этим браш от real technics у нее очень классная форма и кстати кроме нанесения хайлайтера кремовый хайлайтер кстати и очень хорошо и удобно наносить и можно еще кремовое скульптурирование выполнять если вы хотите очень точно и четко и не крупное такое на не бронзатор такое наносить а именно такое вот аккуратненько и скульптурирование вот этой кистью это очень удобно будет сделать это также таклон и она синтетическая поэтому именно кремовые продукты с ней очень хорошо работают но моя одна из самых любимейших кистей для хайлайтера это вот такая вот верная кисть от бренда валери d она маленькая и она из натурального ворса козы ей наносить хайлайтер просто само удовольствие она носит его очень точечно и красиво вполировывает в кожу он смотрится как красивое нежное такое сияние просто идеальное то которое нужно и он после нее очень долго держится кисть тоже недорогая она такая маленькая видите очень очень мало в ней ворса но она очень хорошо работает поэтому также эту кисть посмотрите для того чтобы закрепить консилер под глазами и я использую вот такую вот кисточку эта кисточка из китайского набора кистей которая купила просто за копейки там был такой огромный большой набор в кейсе под бербери и там было кисти наверно 20 стоил сущие копейки у меня также есть видео на канале где заказ делал на китайском сайте распаковку вот этой посылке и там в общем были вот такие кисти это единственные кисти они из пони вот ворс у них пони которые у меня сохранились и остались в коллекции до сих пор и я никуда их не выбросила все остальные кисти полетели в мусорку через какое-то время но эти кисти хорошие это вообще кисть для нанесения теней также можно использовать то есть на очень большую область то есть кисть довольно таки большая также она отлично справляется задачей закрепления консилера под глазами пудрой вот такими вот прихлопывающими движениями я после консилера наношу пудру любую рассыпчатую пудру и держится все прекрасно стойко долго и прям вот по 12 часов как надо дальше немножко поговорим о кистях которые созданы для бронзирования или скульптурирования лица я очень люблю кисточку от бренда n beauty серия катакана с4 это вот такая вот свечка она набита не плотно она очень классная и очень удобная для того чтобы рисовать скулы она очень хорошо работает с гипер пигментированными продуктами в связи с тем что она именно слабо набита то есть она легкая как перышко просто кстати у меня есть тоже отдельное видео про кисти n beauty и там есть один очень спорный такой момент зайдите посмотрите тоже довольно таки интересное видео ссылочки все внизу будут вот и вот эта кисточка очень хорошо работает для затемнения вот этих вот областей как мы с вами рисуем до скульптурирование нашего лица и эта кисть работает просто непроизойденным образом она не наставит никогда вам пятен и я люблю ее прям безумно кстати говоря о странах производителей кистей лучшие кисти у нас делаются в японии и собираются вручную это ворс козы а также есть ворс белки например но это прям супер 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 дорогие кисти прям лакшери лакшери такими кистями я не пользуюсь но козой я пользуюсь вот эти вот кисти n beauty они собраны в японии вручную и конечно говоря о тех кистях которые например делаются в китае они могут быть чуть хуже по качеству но даже прям ничуть в разы хуже но тем не менее даже с алиэкспресс и есть неплохие кисти которые в общем-то неплохо работают то есть моем кейсе до кистей сочетаются как и очень дорогие кисти которые собраны вручную в японии так и очень дешевые которые собраны в китайском подвале каким-то китайцем и вторая моя любимая форма для нанесения скульптурирования это кисть mac номер 168 это такая вот тоже натуральная козочка но у нее есть скошенный срез как можно видеть она более плотная то есть у нее прям хорошо и плотно бит ворс это mac из старой версии с натуральным ворсом сейчас к сожалению или к счастью mac не делают кисти из натурального ворса делают только синтетический но я покупала ее довольно таки давно и она вот как видите до сих пор в идеальнейшем состоянии просто прекрасно форму не потеряла ей уже наверное лет семь-восемь и в общем с ней все прекрасно и замечательно я также снимала отдельное видео на кисти mac который я покупала и все как всегда будет внизу под видео этой кистью очень удобно именно рисовать скулы такими продуктами как раз таки если вот in beauty она наносит высоко пигментированные продукты очень хорошо и комфортно то вот эта кисть отлично просто работает именно с не сильно пигментированы а даже прямо говоря слабо пигментированными продуктами она работает просто идеально потому что она плотная она хорошо набирает продукт и его видно на вашем лице и этой кистью я также часто часто пользуюсь и за ее формы также в том числе скошенная форма это очень удобно для нанесения скульптора и дальше у нас и румяна для румяна у меня только одна кисть да но можно носить вот этим самым беличьим хвостиком от real technics румяна но просто на слишком большая и мне это не очень удобно можно носить этой моей нелюбимой кистью от джинс румяна но я ее просто не люблю а люблю я для этого дела кисть n beauty номер а 3 это супер кисть она прекрасно носит румяна она прекрасных растушевывает просто номер один моей коллекции пользуюсь я только ей и румяна наношу только ей у нее ровный срез это тоже козочка натуральная и она небольшой формы то есть она работает очень хорошо на щечках она распределяет продукт плавно и ровно без пятен и она его тоже вполировывает в кожу и соответственно румяна держится максимально долго обратить ваше внимание на то что кисти вашей коллекции должны быть максимально возможным способом продублированы в особенности это касается кистей для глаз которые мы сейчас с вами перейдем так как для лица у нас кисти закончились но единственное что у меня еще есть вот такие вот две малышки это кисти которые мне попадались в каких-то наборах которые я не выбросила потому что они в принципе неплохого качества вот эта кисточка маленькая была в наборе от benefit и вот это вот была продавалась вместе с хайлайтером от burberry который я покупала совсем недавно у меня тоже было видео о покупках где я показывала вам этот хайлайтер вот такие вот малышки они в принципе их легко можно бросить косметичку и в дороге ими можно накраситься вполне себе они маленькие компактные места не занимают и в принципе работают здесь у двух кистей натуральный ворс и они вполне себе могут находиться в моей коллекции именно в косметичке они должны быть максимально продублированы это связано с тем что например если вы используете в макияже не один цвет а макияж у вас например посложнее вы используете несколько цветов а то плоских кистей для нанесения теней должно быть несколько для того чтобы вам было удобно именно не быстренько их там очищать где-то спиртовым очистителем а каждый раз брать новую кисточку для нового цвета мне кажется это более чистая более аккуратная работа и по возможности нужно к этому стремиться также растушевочных кистей должно быть несколько не одна а как минимум две и лучше если это будет разный ворс например ворс белки и ворс козы потому что в разных ситуациях и в разных макияжах вам могут понадобиться абсолютно разные эффекты давайте поговорим с вами о кистях как раз таки с китайского сайта это вот этот вот набор который я ранее вам показывала большую кисть для нанесения пудры под глаза и закрепление консилера у меня остались вот четыре такие кисточки их я уже использую непосредственно для глаз как видите они разных размеров и они одной и той же формы это force пони это классическая кисть которая создана для нанесения теней у нее как видите такой приплюснутый фи рул и это делают кисть соответственно плоской она должна быть хорошо и плотно набиты для того чтобы хорошо забирать тени из рефила и хорошо их набивать на глаз такие плоские кисти они созданы непосредственно для того чтобы максимально интенсивно передавать цвет из рефила теней на глаза чтобы он был очень яркий например если вы хотите эффект дымки мы пользуемся другими кистями такими растушевочными я покажу вам после да а вот именно для интенсивного нанесения цвета мы пользуемся вот такими а ворс пони передает цвет принципе довольно таки плотно но коза передает его максимально плотно то есть если вы хотите работать с очень яркими макияжами вам лучше будет всего взять плоскую кисть из козы но пони работает также неплохо чуть-чуть может быть менее плотно чем коза набивает тени и белка работает прям совсем легко мы сейчас с вами также посмотрим кисти из козы из козы у меня всего лишь две кисточки есть плоские для нанесения теней эта кисть от мак номер 239 она самая такая маленькая и я ее на самом деле использую сейчас реже всего она очень широкая вот здесь вот и мне это не очень удобно она вот именно для формы моего века подходит не так хорошо но у меня появилась ей замена эта кисть от бренда ник моле номер 46 вот в сравнении с кисточкой маг можно видеть что она чуть более длинная но чуть более узкая вот здесь вот и для меня именно для моей формы глаза это наиболее удобно вот эти две козы они очень хорошо набивают тени супер просто я прям вот от души рекомендую их можно будет приобрести и вообще не париться с нанесением цвета на глаза из плоских кистей у меня также имеются два таких вот представителя от бренда валери d одна чуть побольше синтетическая кисть для нанесения теней и синтетическая кисть маленькая для работы в карандашной технике для того чтобы растягивать карандаш по вот вот этой вот зоне и когда мы рисуем именно карандашом нашу форму глаза то эта кисточка просто незаменима это плоская кисть форма у нее лепесток и в принципе у многих брендов есть эта форма вы можете в принципе обратиться к любому бренду синтетические кисти делают хорошо практически все вот с натуральными есть проблема а синтетическими практически нет и на такую кисточку можно у любого бренда купить также как и такую кисть побольше я использую для того чтобы наносить блестящие тени на глаза вот как ни странно но с блестящими тенями коза пони и белка тем более у меня вообще практически не работают а вот эти вот наши популярные тени спарклы и тому подобные блестяшки они лучше всего наносятся вот такими плоскими синтетическими кистями еще одна очень интересная плоская синтетическая кисть у меня есть вот такая вот эта кисть из набора urban decay naked 2 она двухсторонняя с одной стороны у нее такая растушевка с другой стороны плоская кисть ей тоже можно наносить в принципе блестящие тени на глаза вот этой стороной и это я иногда пользуюсь для растушевки но довольно таки в редких случаях когда именно кремовые тени мне нужно растушевать по границе принципе да она неплохо работает дальше из плоских кистей у меня есть маленькая кисточка валери д это для детальной работы у нее очень как видите маленький такой ворс это пони и она подходит для того чтобы например нижняя века прорисовать также можно хорошо затемнить и вытянуть стрелочку на внешнем уголке глаза и также например если вам нужно детально что-то нанести по центру глаза также эта кисть работает просто идеально у меня есть кисть от бренда литуаль номер у нее 216 она чем-то похожа но у нее ворс чуть более плотный такой вот в сравнении с вот этой кистью давайте мы их вместе с вами посмотрим вот видите у нее более плотный и широкий ворс и она хорошо работает для также нижнего вот этого века она такая более большая и более быстро получается с и можно также нанести подводку например на глаза кто любит такую знаете ли широкую стрелку это очень даже хорошо получается в общем эта кисть мне нравится и я ее довольно часто использую в своих макияжах также из плоских кистей у меня есть кисть из натурального ворса белки это тоже валери д плоская белочка непосредственно наносит также очень хорошо тени цветные но она делает это более таким легким способом и ей очень хорошо работать с пигментированными сильно пигментированными оттенками также с пигментами если вы хотите нанести их более вуально и более прозрачно и не наставить пятен то вот эта кисть будет хорошо работать присмотритесь именно к ворсу белки плоские плоские вот такие вот формы тоже неплохо работают есть такой полуплоской или полу растушевочный у меня есть вот такой вот вариант это туфейс тоже кисть в наборе была у меня с тенями вместе она видите такая то ли полу бочонок то ли полу плоская такая у нее интересная форма и благодаря этой форме она может как наносить тени так их растушевывать эта кисть многофункционально и тем кто например не хочет иметь много кисточек сразу а хочет какую-нибудь одну купить то я рекомендую присмотреться вот к таким вот формам они помогут вам как наносить тени так растушевывать два в одном либо это какая-то к знаете походная версия когда вы куда-нибудь едете в путешествие или в дорогу то можно взять вот такую одну кисточку и вообще не париться с макияжем еще у меня есть такая интересная кисточка это ворс пони литуаль номер 213 и как видите она скошенная то есть она не плоская просто она такая плотненькая и скошенная вот эта кисть кстати очень интересная но я и достаточно редко пользуюсь но когда пользуюсь то мне нравится эффект она очень хорошо работает складки то есть если вы набираете какой-нибудь оттенок и вот этой вот более такой длинной стороной ставить ближе к внутреннему уголку и начинаете вот так вот прорисовывать плюс вытягиваете здесь вот уголочек то получается очень красиво и быстро нанесение вот именно выделение формы глаза мне очень нравится в этом плане как она работает и в принципе часто ее использую но это не такая самая знаете ли нужная форма и не первая необходимость это просто уже когда коллекция ломится от обилия разных кистей вы хотите что-то новенькое попробовать то можете использовать ее дальше давайте перейдем к более растушевочным таким пушистеньким кисточкам это мои любимые кисти но для начала я покажу вам несколько кистей формы бочонок это кисть от маг номер 219 это самый большой бочонок в моей коллекции этими кистями легко можно наносить тени по нижнему веку можно легко затемнять внешний уголок глаза либо наносить тени во внутренний уголок глаза это тоже очень удобно это кисти детальны ими можно вытянуть также карандашную технику тоже то есть не обязательно плоской можно такой работать можно даже если кисть очень тоненькая можно даже стрелочку где-то под вытянуть и сделать растушеванную стрелку в общем такие кисти очень удобно для того чтобы делать различные макияжи плюс у меня есть кисточка номер 37 от менли про это пони и самая маленькая вот такая кисточка детальная моя очень любимые такие кисти я прям очень рекомендую эта кисть номер 39 ей очень удобно прорабатывать нижнее веко на маленьких глазках вот такие вот три бочонка в сравнении ну и остались мои любимые пушистые растушевочные кисти самая наверное знаменитая раньше была кисточка маг 217 из натурального ворса у меня она есть в коллекции она уже довольно таки порядочное количество лет ей и немножечко у нее на самом деле попортилась форма вот я замечаю она была мне кажется чуть более такая структурированная сейчас она более такая расхлябанная стала но тем не менее она неплохо работает но на самом деле я нашла и уже замену и этой кистью я практически сейчас не пользуюсь своих макияжах а пользуюсь я кисточкой от вейна госа номер 19 это прямо бомба это тоже натуральная козочка у нее форма как вот можно заметить в отличие от маг 217 вот я их покажу вам вместе маг 217 она вот здесь вот приплюснута воин гос нет и вот эта вот кисть работает на мне лучше она очень хорошо растушевывает границы теней красивую дымку можно растянуть только пушистой хорошей кисточкой из козы и вот воин гос очень хорошо работает в этом направлении плюс также мне очень нравится одна из последних моих новинок кистей у меня кстати тоже есть видео о новинках моих кистей я его совсем недавно выпускал кто не успел еще посмотрите обязательно зайдите в описании и пройдите по ссылочке внизу это вот такая вот кисть от бренда ник моле номер 47 это белка растушевочная она чуть больше по форме чем все остальные кисти но она очень хорошо прорисовывает форму глаз просто двумя штрихами идеально и плюс ей можно также наносить тени это тоже очень удобно дальше у меня есть от воин гос номер 04 тоже кисточка из белки это форма вот такой вот свечки и такими кистями тоже очень удобно прорисовывать форму мне очень нравится кстати бренд воин гос и его кисти я очень рекомендую они продаются на сайте beauty лишь в россии они к сожалению не представлены но заказать можно абсолютно беспрепятственно поэтому тоже к ним присмотритесь одна из стареньких кистей в моей коллекции эта кисточка от бренда essence у нее такой веселый фиолетовый ворс и это можно сказать даже ближе к бочонку а не к растушевочной кисти но ей очень удобно работать с кремовыми тенями это искусственная кисть у нее не натуральный ворс но она очень хорошо непосредственно делает также растушевку кремовых теней одна из моих любимых кистей для этого и еще одна кисточка растушевочная она очень большая эта кисточка от эко тулс она искусственно и слишком пушистая поэтому для растушевки для маленьких глаз она практически не подходит ей можно в принципе также нанести пудру под глаза и может быть какие-то вот крупные тушевки если вы делаете либо просто нанесение под бровь цвета также можно этой кисточкой сделать она в принципе не является особо обязательной но такую кисть тоже можно прикупить для стрелок я люблю использовать кисть mac номер 263 это такая очень тонкая скошенная кисть многие любят знаете такой кистью формы лепесточек наносить стрелку но мне это не очень нравится мне не очень удобно эта кисть как с тенями хорошо работает так и жидкой подводкой она делает идеально четкие ровные стрелки я также планирую ближайшее время сделать видео как рисовать стрелки и эта кисть является идеальной помощницы для рисования четких тонких и красивых стрелок и кисточки для губ для губ я кистями пользуюсь довольно таки редко но если я пользуюсь то я использую вот такие вот синтетические кисти вот такой вот формы это довольно таки удобно для того чтобы прорисовать контур и заполнить губы но в основном я на самом деле использую помаду из тюбика прямо сразу потому что мне лень заморачиваться с кистями и кисть для бровей то есть мы с вами поговорили о кистях для глаз но совсем совсем забыли про брови а кисточка для бровей у меня очень маленькая лаконичная это кисть от бренда анастасия beverly hills из набора для бровей у меня есть обзорчик на вот этот набор тоже внизу будет ссылочка и вот здесь вот такая вот скошенная кисть ей очень удобно прорисовывать брови вот таким вот образом и с другой стороны здесь вот такая вот расческа то есть мы сначала прорисовываем и потом прочесываем я люблю эту кисть она делает мне всегда очень красивые брови и с ними заморачиваться особо не нужно я имею только одну кисть для бровей и мне ее вполне достаточно а теперь давайте поговорим о том как правильно мыть кисти и как правильно их сушить потому что это является основополагающим для того чтобы ваши кисти сохранялись нам долгие годы в хорошем состоянии не лезли ничего с ними не происходило чтоб они сохраняли форму и радовали вас всегда итак загрязненную кисть необходимо для начала намочить водой следите чтобы не попадала вода на вот это вот место где фирул соединяется с самой ручкой кисти после этого мы берем мыло или шампунь специальный для мытья кистей и хорошенько намыливаем кисточку вымываем полностью пигмент из нее чтобы ничего ничего не осталось делаем это прямо на руке может даже немножечко так вот помять кисть чтобы лучше ее промыть и смываем под водой также аккуратно чтобы у нас не намочилась место соединения кисти вот наша кисточка с вами чистая и сушим ее в таком вот положении обязательно в горизонтальном ни в коем случае не вертикально до полного что касается очищение кистей я очень рекомендую мыть кисти максимально часто для кремовых продуктов то есть после каждого нанесения кремового продукта как то тональная основа консилер либо кремовые румяна кремовое скульптурирование помады и так далее то есть после кремовых продуктов домашних условиях даже мы кисти моем ежедневно не говоря уже о тех кто работает профессионально с клиентами визажистов и так далее после сухих продуктов я рекомендую кисти мыть ну по мере загрязнения как минимум раз в неделю нужно это делать также есть такие специальные очистители для кистей они могут быть на спиртовой основе либо без нее это профессиональные как правило марки выпускают такие очистители а самые знаменитые вот такой вот у нас очиститель есть для кистей он продается в принципе в различных магазинах в том числе также на wildberries его можно купить и этот очиститель без спиртовой есть форме жидкости есть форме салфеток очищающих я не пользуюсь такими очистителями в домашних условиях но визажисты многие между клиентами пользуются такими очистителями что в принципе как раз создавалась мне кажется в основном для них такие очистители могут портить кисти могут портить ворс хотя многие говорят что ворс не портится и все с ним прекрасно но именно спиртовые очистители кстати в большинстве своем ворс к сожалению портит ворс становится жестким грубым и могут выпадать ворсинки что нежелательно естественно для любой кисти без спиртовой очиститель чуть мягче действует но тем не менее на кисти этот очиститель остается он никуда не девается и вы этот очиститель наносите грубо говоря вместе с продуктом уже косметическим себе на лицо поэтому я все-таки за максимальную гигиену за то чтобы на кисти кроме косметического продукта не было ничего лишнего и лучше я лишний раз кисть помою чем буду пользоваться такими видами очищения если вам был интересен и полезен этот ролик то обязательно поставьте ему пальчик вверх также подпишитесь на мой канал все кто не успели еще это сделать и поставьте обязательно колокольчик чтобы не пропустить напоминание о моих новых видео делитесь этим видео в соцсетях всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока